Друзья, всем привет! Меня зовут Оленбург Максим и с момента нашего последнего видео произошло очень много событий. Мы сегодня с вами живем в Новой России. Вы все это сами видите и наблюдаете в абсолютно новых условиях. Но поскольку мы про майнинг, а не про политику, мы про заработок, а не про военные действия или какие-то другие иные события, поэтому мы сегодня про это и будем говорить. В Новой России майнинг стал выгоднее на 30%. Благодаря чему? Благодаря событиям, которые произошли с долларом. Он у нас теперь стоит порядка 119 рублей на биржах, а точнее с инструментом, который нас больше интересует, чем доллар, это USDT. Сегодня приобрести USDT реально по 119 рублей. Вот прям сегодня, сейчас я проверял и могу довольно-таки крупные объемы его купить по 119 рублей. Соответственно стоимость оборудования выросла. Но выросла она не по причине того, что в Китае поднялась цена оборудования, а соответственно она выросла по причине того, что наш рубль просел не только по отношению к доллару, но еще и по отношению к юаню. С соотношения 1 юань 12 рублей мы ушли в значение 1 юань 21 рубль. Это колеблется с 19.90 до 21.00. Во всяком случае, считаем по максимуму 21 рубль. В связи с этим на сегодняшний момент все цены мы готовы выставлять только в USDT. Для того, чтобы вы сами производили расчет, по чем вы купите этот USDT, по чем он вам обойдется. В связи с этим многие позиции из наличия в нашей компании мы поставили на стоп. Мы не продаем, а просто сами включили их в майнинг. Потому что добывать сегодня криптовалюту стало гораздо выгоднее, чем реализовывать оборудование. Но мы по-прежнему можем доставить вам оборудование из Китая. И вот я сейчас прикладываю фотографии того, какой объем отгрузок мы делаем, начиная с 1 марта. Потому что у нас желание появилось работать после всего, что происходило только где-то 1 марта. В первое время мы были в оцепении, в онемении, вообще не понимали, что происходит. Не потому что мы испугались или что-то подобное, а потому что это очень близко для нас. Мы живем в Краснодаре. Здесь также Ростов через 200 километров. А через 100 километров от Ростова находится граница с Донецком, если вы не в курсе. То есть мы вблизи вообще происходящих событий. И мы это чувствуем на себе. Над нами закрыто небо. Самолеты не летают. Летают только из Сочи. Но теперь полет из Сочи составляет 4 часа 20 минут. Вот так вот, господа. Поэтому мы ощущаем на себе это очень близко, очень остро. И близко к сердцу все это воспринимаем. Не потому что эти события происходят, а потому что с той и с другой стороны это все, как бы то ни было, славяне. Никуда мы от этого не денемся. И как бы братский народ. Ладно, все, оставим. Итак, исчисление в долларах и тому подобное. Возим оборудование. Кстати, доставка из Китая авиа работает очень хорошо. Вот, к примеру, мы отправили товар 2 марта. Сегодня у нас 16 марта. И он уже пришел. 14 дней ровно прошло. И он уже в Москве. То есть ровно 14 дней прошло. На сегодняшний день курс биткоина колеблется. И он долго стоит в коридоре. В очень долгом, изнурительном коридоре. Он стоит от 35 тысяч до 45. Это обусловлено тем, что многие представители стран, участвующих в данном конфликте, граждане этих стран, вынуждены уходить в запасной вариант валюту, криптовалюту. То есть даже уже не в доллар, а вообще все люди идут в криптовалюту с целью сохранения своих денежных средств и приумножения. То есть многие уже начали, те, кто даже вообще не чуяли этого всего, ну вообще криптовалюты, и не рассматривали ее для себя как способ инвестиций, сохранения своих денежных средств. Стали это рассматривать. В том числе даже Игорь Рыбаков очень часто начал об этом упоминать. Если кто не знает, посмотрите на YouTube, кто такой Игорь Рыбаков. В связи с этим биткоин не раз уже поднимался до значения 40 тысяч долларов с лишним, но уходит вниз, потому что общий настрой рынка был негативным. Естественно, акции российских компаний, они обвалились. Биржи закрыты для того, чтобы не показывать ноль вообще стоимости акций российских компаний, чтобы уберечь людей от маржин-кола, от того, чтобы не обнулить их капиталы. Поэтому они пока что закрыты, пока ситуация на рынках не восстановится, и вообще это не станет какой-то вообще позитивный, не начнется в российской экономике. Когда это начнется, я не знаю, но во всяком случае для тех, кто занимается майнингом, сейчас реальный позитив. Их доходы выросли в 30%. Вы, конечно, скажете, что и цены в России выросли на 30%, но неправда. Цены в России выросли на что-то на 60%, на что-то на 200%, а на что-то там, что полностью циклично было производимо в России, выросло на 10%. Поэтому все относительно. Но среднее, конечно, средний рост мы зафиксируем только, наверное, месяца через три, поймем, насколько мы потеряли. Но в моменте, в майнинге мы выросли на 30%. В моменте, прям сразу. Вот. Поэтому многие люди сейчас инвестируют в данный инструмент. Более того, скажу, все мощности свободные, которые у нас были в наличии, они распроданы. Уже клиенты появились, которые полностью все эти мощности забрали. Остались у нас свободными мощности в Иркутске, порядка 4 мегаватт. Ну и, собственно, на юге России сейчас разрабатывается новая площадка. Порядка 10 мегаватт тоже. Оборудование из Китая мы возим, его можно заказать. Самая популярная модель, которую мы отгрузили буквально за пару дней, 185 штук. Это М20С70 ТРХ. Вот они уже приезжают к нам в офис. Уже в Москву прибыли. Сейчас вот доезжают до Краснодара. Здесь мы это все проверим, все вам заснеем. 185 штук в моменте заказали. И еще сейчас 320 штук на подходе, вот на заказ. Это получается стоимость примерно в 45 USDT за 1 ТРХ. То есть вы, если хотите приобрести майнер 65 ТРХ, умножайте на 65. 68 ТРХ, умножайте на 68. 70 ТРХ, умножайте на 70. В наших группах в Телеграм, переходите в Телеграм, мы его давно развиваем. И да, забываем про него так же, как и с Ютубом. Но сейчас будем активно этим заниматься. Мы создали канал, бот уже тоже готов. И у нас есть давно чаты. Где вы можете ознакомиться с нашими прайсами. Все ссылки внизу, в описании. Все вы это можете увидеть. Также в Инстаграме, если он продолжит работать, хоть как-либо. Мы тоже разместим все цены. Вы все увидите. У нас все надежно. Наша компания этими отличается. Мы, может, не отличаемся от кого-то с сроками. Может, мы подольше чуть-чуть кого-то везем. Может, мы чуть-чуть подороже кого-то стоим. Но определенно точно мы отличаемся надежностью. В каком плане? Что через нас вы можете быть уверены, что вы, как крупный инвестор, зайдя в нашу компанию, вы будете знать, что вы дойдете до точки конечной, где вам нужно и оказаться. Если вам нужно оборудование, вы его получите. Если вам нужно оборудование и место, и мы это можем вам организовать, вы его получите. Если вам нужен ремонт, который у нас также есть в Краснодаре, вы тоже его получите. Также у нас есть ремонтная мастерская в Махачкале. Вот. Без проблем. Все это мы можем вам предоставить. Мы ремонтируем оборудование, мы его поставляем, мы его размещаем. Все это у нас есть. Поэтому в нашей компании основным преимуществом это является сверхнадежность ваших капиталов, инвестируемых в это. Итак, друзья. Без лишних слов. Мы вернулись к работе. После некого молчания мы вернулись к работе и начинаем активно теперь работать. Наш офис в Краснодаре функционирует. Вы можете нам писать, звонить, заказывать. Все работает. Надежно. Что я сейчас хочу сделать? Своим уже гражданским долгом я считаю, что нужно поддержать людей в столь сложной ситуации. Не тех людей, которые имеют значительные капиталы и которые могут сами о себе позаботиться. А тех людей, которые представляют тот слой население, которые им тяжело о себе самим позаботиться. По причине их возраста и здоровья и возможно чего-то другого. Я не призываю сейчас никого участвовать в этой акции благотворительной. Но я хочу лично совершить благотворительную акцию по отношению к гражданам этого города, Краснодара, в котором располагается наш офис. Точнее к пенсионерам. Как это будет выглядеть, что мы сделаем, это мы уже выложим в следующем видеоролике. Без лишних слов мы просто это сделаем. Для чего я хочу это отснять и показать. И до этого я уже отправил деньги там одному фонду, который просто кормит малоимущих людей. С какой целью? Я считаю, что в сложные времена каждый мужчина, который отвечает за свою семью, а в который уходит, наверное, его жена, мама, папа, мама, папа, его жены, дети, братья, сестры, дяди, тети. Вот за ним стоит примерно человек 15, за которых он отвечает. Вот реально. В такое время мужчина не имеет права падать духом, опускать руки или что-то тому подобное. В такое время мужчина должен включаться. Включаться в работу и делать гораздо больше, чем он делал до этого. И также я своей команде сказал, что я являюсь личным гарантом того, что их зарплаты будут выплачиваться вовремя, своевременно, и они будут расти. И поэтому я являюсь гарантом перед своими клиентами личным. Я, Оленбург Максим, являюсь личным гарантом перед своими клиентами, что с их оборудованием ничего не произойдет, все будет надежно. И самое главное, покуда российское законодательство разрешает нам работать в этом поле, мы будем это делать. Теперь вот как мужчина я просто говорю, что так же я сделал хорошо для своих близких, я о них позаботился. В дальнейшем я позаботился о своей команде, с которой я работаю. А теперь я хочу позаботиться о той группе населения, которая меньше всего защищена в нашем обществе. Это пенсионеры. Это я сделаю в городе Краснодаре и в городе Новосибирске, в своем родном поселке. Вот это я хочу сделать. Поэтому, дамы и господа, не подайте духом. Мы не упали. Нас просто немножко это все шокировало, так же, как и вас, наверное. Но мы продолжаем работать. И я считаю, что делать какие-то там, давать какие-то оценки действиям тех или иных людей не стоит в этом мире. Мы слишком мало с вами знаем. И слишком мало нам позволено знать в этом мире, поверьте мне. Вот мы с вами просто песчинки на пляже, чтобы вообще о чем-то рассуждать. Наше дело с вами, как мужчин и вообще граждан этой страны, заботиться о своих близких. Поэтому заботьтесь о них, делайте свое дело. Сегодня вам нужно верить в лучшее, делать большее. Ну и не падать духом. Вообще я всегда к вашим услугам. Вы всегда можете на меня рассчитывать. Для этого я буду выкладывать добрые дела. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо и хочу в этом способствовать. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео получилось не сильно длинным. Всем пока. Продолжение следует...